Всем привет дорогие друзья, вы на канале Реалистик PS. Я продолжаю мучить себя, как некоторые думают, знакомясь с EFootball 2022, а в частности с ее игровым процессом. И после захватывающего в кавычках игрового процесса на PS5, я решил посмотреть на игру на PS4, на консоли уже прошлого поколения, как бы не было прискорбно это признавать. И в рамках этого ролика я поделюсь своими впечатлениями от игры в новый проект от Konami на PS4, и проведу некоторые параллели с версией игры на PS5. Ну и перед тем, как я начну свой монолог, хотел бы попросить вас поддержать это видео своей активностью, в виде лайков и комментариев, что существенно поможет каналу в продвижении. Ну и подписывайтесь колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Я неоднократно слышал, что версия PS4 смотрится еще хуже, чем та же PS5. Несмотря на все грехи игры в целом. И должен признаться, что дело их правда обстоит намного печальнее, чем на нексгеновской консоли. Взять хотя бы ту же самую графику. Если на PS5 она нещадно плоха, то на PS4 еще хуже. Но это скорее проблема оптимизации, поскольку игра долго загружается между матчами, а в первых катсценах модельки футболистов выглядят довольно-таки шакально. Еще до начала матча видно, что на PS4 достаточно скудное освещение, а сами модельки какие-то восковые. Также во время игрового процесса я неоднократно замечал, как прогружается поле. То есть камера все время меняла свой ракурс, а именно вот эта динамическая камера, которая приближается и отдаляется по ходу игры, и из-за нее постоянно прогружался газон. И зрелище это конечно было, ну такое себе, глаза после этого ребили. Но бог с этой графикой, что же касаемо геймплея, то кардинальных различий я особо не заметил. Вся разница лишь в темпе игры и как она ощущается. На PS5 игра чувствуется тяжеловато, и я подозреваю, что это связано с желанием Konami адаптировать новый геймпад от Sony к своей игре. В то время как на PS4 игровой процесс ощущается чуть легче, то есть движения футболистов даются немногим легче. И именно поэтому мои первые матчи на обеих консолях вышли противоположными. Если в матче Аргентина-Португалия на PS5 счет вышел достаточно скромным, а именно 0-3 или 3-1 я уже не помню, то на PS4 матч получился со счетом 1-7 в пользу конечно же Аргентины. Поскольку во время геймплея на PS5 я постепенно привыкал к игровому процессу, и в то время когда я играл матч, вроде как движения все понятные, пасы, передачи, удары, т.д. и т.п. В то же время я не совсем понимал, что я делаю и как это происходит. На PS4 была немножко иная ситуация, и уже там я отчасти понимал, как это все играется, потому что я уже нарастил какой-то опыт игры в этот проект, но так или иначе разница плюс-минусно ощущалась. Но к моему великому сожалению, реакция на ваши действия все еще отсталая, и касается она как версии на PS4, так и версии на PS5. Игроки долго отдают пасы, долго бьют по воротам, корпус выставляют достаточно поздно. И что касается игры корпусом. Различий в игре корпусом на обеих платформах нет, но просто заметил кое-что, с чем хочу поделиться с вами. Еще до релиза игры, я думаю, что игра будет реализована по принципу как в FIFA, когда игроки аккуратно ставят корпус в борьбе. Но в E-Football Konami это реализовали по-своему. И корпус это автоматический прессинг, который присутствовал ранее в серии, когда вы зажимали кнопку паса, и игроки прессинговали противника. Здесь же, когда вы выставляете корпус, то игрок вылетает на соперника с такой силой, что другого может банально оттолкнуть. Поэтому кнопку корпусу нужно зажимать заранее, и после этого ваш игрок будет прессинговать соперника с мячом. И в конце концов, если все пройдет удачно, то он у него отберет мяч, и даже без нарушений. И в конце хотелось бы еще немного поговорить про оптимизацию. Я уже упоминал в прошлых роликах, что оптимизация на PS5 достаточно слаба, и из-за нее игра постоянно фризит, FPS в катсценах падает почти что до нуля, но это грубо говоря. И в целом, матчи подгружаются достаточно долго. И если все это проектировать на PS4, то все это увеличивается в двоекратном размере. Катсцена просто фризит чуть ли не каждый раз. Когда вы забиваете гол и включаете как раз-таки катсценопразднование, происходит просто грубый переход между сценами. И что касаемо переходов между сценами, когда осуществляется переход между таймами, первый, второй тайм, то пробел стал еще более явным, чем на PS5. А я повторю, что на PS5 между таймами происходит катсцена, после которой игра на мгновение показывает вам отрывок из первого тайма. На PS4 эта фигня тоже присутствует, и выглядит она еще хуже, чем на PS5. Итак, это были мои впечатления от игры в EFOOTBALL 2022 на консоли PS4. В комментариях под этим роликом делите своими впечатлениями, на какой платформе играли в EFOOTBALL 2022 вы. Это PS5 или PS4, а может быть Xbox какой-нибудь или вовсе ПК. В общем, не забывайте делиться своим мнением в комментариях под этим роликом. Ну и заодно поддерживайте его своим пальцем вверх, что существенно поможет в развитии канала. У меня же на этом все. Всех благодушных просмотров и желаю всем удачи. До скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!